Привет, ребят! Сейчас май за окном. Решила снять видео, что ем в течение дня. На завтрашний завтрак. Подготовлю ночную овсянку overnight oats или еще называют bircher muesli это. Я ем овсянку достаточно редко на самом деле, но иногда хочется чего-то такого, разнообразить свои смузи, живые каши. Это то, что я люблю и то, что ем чаще всего. Это, можно сказать, даже сыроедческое блюдо, потому что эту овсянку не нужно варить, ничего с ней делать. Только с вечера замочить с разными наполнителями, это уже по вашему вкусу. Я думаю, многие знакомы вообще с этим завтраком. Итак, что нам понадобится? Конечно же овсянка. Лучше всего для bircher muesli использовать овсянку, такую более мелкую, которая быстро заваривается. Обычно тоже подойдет, но возможно некоторым будет не во вкус, потому что она будет чуть-чуть жестче, чем вот такая вот. Ребят, вот так выглядит 30 грамм овсянки. Здесь где-то 3 столовые ложки. К 30 грамм овсянки я добавлю еще столовую ложку семян чия. Мало кто так делает, но я еще положу кокосовую стружку. Мне нравится кокос вообще, кокосовый вкус. Ну и к этому всему я добавлю арахисовую пасту. Совсем немного, но будет приятный кремов вкус, если она будет присутствовать. Можно любую другую ореховую пасту, можно тахини тоже добавить, будет тоже очень вкусно. Пол столовой ложки. Сейчас скажу вам, сколько это выходит по граммам. Где-то 20 грамм ореховая паста это выходит. К сожалению, ночью я это делаю сейчас, поэтому не могу облизнуть. Ой, как пахнет. Обожаю запах, кстати, ореховая паста. Кто живет в Польше, то это самая лучшая ореховая паста. Она продается в бедронке, она и по цене супер. 10 злотых всего лишь тут 500 грамм. Без сахара, без соли, текстура просто бомба. Мы с Аней только такую пасту берем всегда. Еще в качестве какого-то подсосителя или чего-то такого пикантного, можно добавить изюм или сухофрукты любые на ваш вкус, финики. У меня остался батончик, там кто-то не съел из нас дома. Он из инжира, поэтому я сейчас порежу этот мелкий батончик и покидаю туда тоже. Я порезала наш прекрасненький батончик, кидаю его сюда. Так, ребятушки, еще я очень советую добавлять соль в такую овсянку, потому что она тоже, как и в десерты, когда ты добавляешь, придает вкус определенную. Немножечко, совсем чуть-чуть, но добавить, подселить. Итак, последний этап, это добавить молочко. У меня вот такое из бедронки тоже рисовое, кокосовое молоко. Я просто сейчас залью всю овсяночку эту, все эти наполнители, перемешаю тщательно и все. Молоко можно любое использовать. Кстати, опять же, для тех, кто живет в Польше, вот это молоко рекомендацион полнейший. С кофе особенно очень-очень вкусно. Она, кстати, калорийнее, чем остальные, на 100 миллилитров 63 калории, но она реально очень вкусная. Так, овсяночку мы залили и теперь нужно хорошенько это все перемешать. Подсосители тут, как вы понимаете, никакие не нужны. Молоко рисово-косовое само по себе немножечко уже такое. Плюс инжирчик у нас сушеный. С утра вы можете добавить банан какой-нибудь или какой-то фрукт другой, или ягоды. Поэтому дополнительных сиропов сюда даже не требуется. Так вот, таким вот образом сейчас они выглядят. Так, ребят, я бегала и впервые решила забешать в кофейню после бега. Я бегала сегодня на Висле, поэтому кофе взяла. И вот это место быть можно называть. Сегодня такой ветер, что мне кажется, что меня вообще сдует сейчас. Или мой кофе есть, и я вот какой-то его оставлю. Сегодня 5 мая, 6 мая. 9 градусов, сильный ветер. Такой холодной весны вообще я никогда в своей жизни еще не вещала. Никогда не замечала, что с повиски видно встали в голову. Кстати, вот это новый парк, точнее сквер, в котором я всегда бегаю. Вот такой вот он. И там уже вниз набережная. Очень кайфово гулять после пробежки. Надо бы чаще так делать. Решила с пробежки забежать в бедронку, купила замороженую клубнику, йогурт Альпера по скидочке был кокосово-соевый, капсулки и бананчики. Ну и вот так вот выглядит ночная овсянка с утра. Сейчас мы ее помешаем, и я добавлю йогурт, который купила еще сюда. Альпера йогурты, в принципе, хорошие. Я всегда ее беру, если они есть, и они по цене хорошие, и по качеству, по вкусу мне очень нравятся. Положу где-то две столовые ложки, и хорошенечко размешаю. Консистенция просто супер, я обожаю ночные овсянки, консистенция. Я раньше работала в отеле на завтраке, вот этим, вы же знаете, и там всегда была вот такая ночная овсянка с йогуртом и так далее. Мне очень нравилось, я могла булки ни кем есть, а есть ими эту овсянку, потому что они ее как-то супер делали по какому-то особому рецепту, не знаю, но там всегда она была идеальная просто. Сейчас попробуем чуть-чуть. Ничего и добавлять не надо. Боже, бомба. Вот такая вот текстура. Тут овсянки только 30 грамм, и чья, чья очень набухли. Так, ребят, не знаю, что она мне нашла, но мне резко захотелось что-то съесть. Я выпила воду, не помыло, поэтому думаю, значит органит, может какой-то перекус. Сейчас час дня, и я съем чуть-чуть остаток соленой карамели финиковой с вот такими штучками. Я уже, в принципе, съела пару ложек, уже не особо хочу. Не супер эстетично. Точнее, вообще не эстетично. Давай, я наелась. Сейчас у нас полтретьего, и мне опять захотелось есть. Бывают такие дни, когда не хочется делать перекусы, а бывают такие дни, когда какой-то хороший аппетит и хочется есть. В принципе, хотя я, в принципе, я бегала с утра, и завтрак не был какой-то супер плотный, поэтому время обеда, и поэтому я, наверное, можете есть. Так, я выпиваю цикори там чуть-чуть с кокосово-рисовым молоком, а сейчас буду дорежу этот банан с йогуртом немного, и может что-то еще подсыплю туда. Вот так вот выглядит мой йогурт с фруктиками. И тут чуть-чуть массы на баунти, которую они делают. Так, несем едение. Сейчас будем кушать с красивым видом. Девчонки. С этим пакетом так сложно выглядит. Так, ну мне нравится наша локация для сегодняшнего ужина. Так, напитки у нас по напиткам что? Расскажите, пожалуйста. По напиткам на баре сегодня я. На баре, Анна. Значит, лимонадзи. Он лимон. В последнее время неплохой. А мой, как вы понимаете, вот это. Ну я же, понятно, где я буду подхлёвывать все равно. А меня тут недавно штрафанули 50 злотых, я заплатила. Ну я не заплатила, но мне дали штраф 50 злотых за распитие алкоголя. Здесь. Сама? Нет. Так, у Аньки, короче, 4 фалафеля, соус какой-то, азиатки, наверное. Жуткевка, там рис. Рис. Аня обожает у нас рис, авокадик. Короче, норм. Красиво такое. И манго, да. Это чисто десерт, да. Я просто не ем сюда. А, еще и питы здесь внутри у нас. Но мы их, наверное, тоже не осилим. Так, у меня тоже 4 фалафеля, хумус, 4 фалафеля, хумус, авокадо, какие-то кисленькие огурчики, овощи. Ой, ну красиво, я такое люблю очень. У Леры мы очень любим манго фалафель-чедер в пите. Вот у нее сегодня он такой. Какой здоровый, классный. Всем доброе утречко. Я ем маленькую Рафаэлку. Мы сейчас с Таней едем давать баунти в кофейню. Я выпила уже черный кофе и подошла на кухню. Вот тут такое все пахнущее. Я думала, ладно, хаваю уже одну Рафаэлочку перед выездом. И сейчас поедем, возьмем кофе, фаворик, отдадим батончики. Сейчас 9 утра, то есть мы, я поюжила 18.30, то есть интервальное там, что-то там, 14 с чем-то. Да, часов я не считала, в общем. Ну, в общем, Рафаэлочка залетает. Рафаэлочка. Короче, я когда кофе беру, всегда вот так открываю крышечку. Выпиваю сверху пену и потом, пока открываю, я допиваю все. Если вы живете в Варшаве, то очень вам советую каверни-фаворы. Особенно придите туда в пятницу какую-нибудь. В субботу или в воскресенье, когда там есть наши батончики баунти. Хэн, тебе вкусно? Понимаете, все зеленое, а температура не меняется. Чтоб я в мае ходила в одежде зимней, я просто эту куртку уже, мне кажется, до дыры заносила. Так, мы приехали в Аркадию. Сейчас пойдем, хотим построить новый блендер. Мы взяли в Кэрпори чисто на завтрак, перекус такой. Новые какие-то мюсли с йогуртом. А Аня с пудингом с тапиокей. Говно полное, ребят. Так, что мюсли не очень, что это сам этот йогурт такой себе. У Ани вообще жижа какая-то, 8 злотых всем то стоит. Я обливаю словно с тем. Еще и когда открываешь, да, брызгай. Едим еще вот этот батончик на двоих. Я его очень люблю и сейчас советую. Вот такое внутри. Так, у нас сейчас пол второго дня. И после того маленького перекуса в Аркадии, вот сейчас хотели покушать поплотнее. Как вы понимаете, мы доедаем вчерашнее то, что не доели. Тут у меня пасты всякие, соленые огурцы. Не очень статично, конечно, но ладно. Огурчик, чуть-чуть питы, фалафеля 2. Ну и Аня там тоже, наборчик. Субтитры сделал DimaTorzok. Баканчиком вина. Перед этим еще кушала торт, подъедала и пару орешков съела, кешью и фисташки. Как видите, рацион не всегда какой-то супер сбалансированный. Эти два дня, как раз когда я хотела снять видео, что я ехал в течение дня, оказались такими там с перекусами непонятными. Такой режим получился в эти два дня динамичный. Но я считаю, что тоже правильно это показать, потому что не у всех всегда правильное питание. У меня такие дни случаются довольно-таки часто. И я себя, в принципе, хорошо чувствую. Стараюсь просто не переедать. Даже если ты чаще перекусываешь, ничего страшного. Вино сегодня тоже не было запланировано. Мы решили это вот буквально полчаса назад. Я пошла, купила винишко. Сидим сейчас, пьем, наслаждаемся. Сейчас где-то 8 часов вечера. Будем пить вино и кайфовать. Доброе утро, ребят. Сегодня на суббот. Я тоже сижу, монтирую видео на YouTube. И сейчас мы с Аней запланировали готовить сырники сегодня. Мы давно собираемся их уже сделать, но никак не доходят руки. Купили сметанку, все подготовили. И сейчас покажу вам рецепт наших типичных сырников, которые получаются. Это будут сырники из тофу. У меня тоже есть рецепт на Инстаграме этих сырников, но покажу вам немного детальнее, как мы их готовим. Я уже выпила кофе на овсяном молочке, пока тут сидела, делала всякие работы. Сейчас без 10.10. И я, в принципе, уже хочу кушать, пока мы их приготовим. И уже наступит время завтрака. Так, ребят, в принципе, это все, что вам понадобится. Здесь муку можете использовать любую, ее там совсем немного нужно. Можно использовать рисовую тоже. Мы добавим чуть-чуть овсяной, чуть-чуть кокосовой. Тофу вот такой, 180 грамм. Мы используем полностью всю пачку. На две порции это будет как раз. Один банан. Посмотрим, может быть, еще добавим. А, еще изюм. Изюм забыла сюда добавить. Лимончик обязательно, чтобы был такой творожный вкус. Кислинка. Это сметана, которую я очень советую. Кокосовая, веганская. Очень хорошая сметана. И ванильку. У нас ванильный сахар будет сегодня. Ну вот я где-то примерно столько изюмчика порезала мелко. Сейчас добавлю уже взбитую вот эту массу. Тофу и банана. Чуть-чуть совсем забью, чтобы он не растворился, чтобы были кусочки. Добавлю в конце уже муку и перемешаю просто ложкой. В общем, я добавила еще туда большую одну столовую ложку кокосовой муки с горкой. И где-то полторы ложки овсяной муки. Тоже с горкой ложка. И вот такая вот должна получиться масса. Сильно много муки не добавляйте. Они будут не такие вкусные, не такие сочные. Вот так вот, чтобы она просто могла лепиться. Так, ну вот из такого количества ингредиентов, сколько у меня было, получилось 9 сырничков, по 4,5 каждому. Вот такой вот формы они. И очень хорошо лепились, легко. Вот такие пупсики, очень легко переворачиваются. Пышные. Я уже все дожарила. И сейчас будем украшать, добавлять сметанку. У нас сегодня будет клубника как украшение. Ребята, мне очень-очень интересно. Сейчас попробуем этот сырничек. Честно скажу, это самые красивые сырники, которые у меня получались. Я обычно их так аккуратно не люблю. Но в этот раз, думаю, раз я снимаю видео на YouTube, я постараюсь. И они действительно получились очень красивыми, пышными. Вот такие именно аппетитные формочки. Так ровненько режется. Так, берем кусочек. Берем сметаночку. Посмотря это видео, у вас точно должны получиться. Потому что я все конкретно показала поэтапно. И только из своих ингредиентов, которые я добавила, у вас должно на хорошие две порции получиться идеально. Отличный субботний завтрак. Наконец-то мы сделали сырники. Будем встречать. Супчик. И на саля. Привет, ребят. Я вышла из кофейни Жона Крафца. Пошла гулять по парку. И смотрите, что. Я себе проколола еще раз нос. Кто меня давно смотрит, то вы знаете, какая долгая эпопея у меня была с этим носом. Кольцо я лечила. В итоге вылечила. Потом оно у меня слетело. Уже вылеченное. И зажило буквально за два часа. Я подождала и пробила просто заново. Не кольцо поставила, а вот такой вот гвоздик. Три месяца где-то, четыре максимум буду его носить. И потом уже поставлю нормальное кольцо. Поэтому вот так вот он выглядит. Там внизу еще какая-то штука, железяка. Кто в Варшаве хочет делать, то могу посоветовать вам салон, в котором я сделала. Не делайте никогда у кого-то на дому, потому что я сделала на дому. И в итоге мучилась где-то целый год с этим. В этот раз я решила пойти в салон. И в салоне сделали все супер профессионально. И дали инструкции, как за этим ухаживать. Кофе латы на овсяном в Жоне Крафце взяла. И гуляю сейчас по красивому парку. Этот парк находится на Праге. Это такой район в Варшаве. Очень красиво здесь. И да, сегодня 8 мая. И я опять в зимней курсике, потому что по-другому. Реально холодно. Кстати, кто очень любит большой кофе, то в Жоне Крафце необычно большой размер латы. Потому что во всех кофейнях он еще чуть-чуть меньше реально. А этот такой, типа, прям огромный такой латы, как он и должен быть. Это один из первых парков, в который я попала, когда приехала в Варшаву. Только первые годы. Тут безумно прекрасно. Сейчас как раз все расцвело. И да, это мой перекус на сегодня. Вечером еще не знаю, что буду делать. Или мы поедем к моей подруге делать луковый пирог, который собираемся стали делать. Или я сам из дома монтирует видео и сделаю какой-то супер вкусный салат из деревьев. Обувь, честно говоря, не наилучшая для такого скалолазания. Я уже пришла домой. Сейчас где-то в полчетвертого. И вот такой вот небольшой перекус. У меня тут тофу обычный, свежий. Тофу копченый, чуть шпината, оливочек, кедровые орешки, сыр веганский, помидорчики, черри, чука, садомама, кунжут. Может, еще потом подсыплю, если не наемся. В последнее время обожаю маслины. Привет, ребят, я уже спью. Короче, мы приехали к Кате в гости. Я уже снимала у нее здесь званые ужины видео. Будем мы сделать на ужин луковый пирог. Мы очень давно хотели сделать луковый пирог. Никак не собирались. И тут Катя нам вчера говорит, пригоняйте. Взяли бельгийское пиво, мое любимое, гринберген, бланш. Для пирога мы взяли тесто слоеное. Обязательно нужен сыр для лукового пирога. У меня мама здесь сделала очень вкусный луковый пирог, я его обожала. Там было много всего сыра, этого лука, сливок. Мы искали сливки, но не нашли, поэтому будет без сливок. Мы заменим частично горчичкой и веганским майонезиком. Вот у Кати есть остатки. Много, конечно, еще. Лука много. В общем, горчичка, веганский майонез. Сейчас мы будем делать намазочку. Пока что пьем пивко. Конечно, я уже, блин, пол лука порезала. А на пивко все пью. Кстати, очень довольна своей этой штучкой. Мне не нравятся вообще эти пусеты. Я хотела им на кольцо. Но именно этот пусетик вроде бы неплохо даже выглядит. Мы взяли наш старый фотоаппарат. На этот фотоаппарат все наши сами и фотки детские сделаны. На него очень прикольные фотографии получаются. Будут скоро выставлять, когда проявлю пленочку. Сегодня у меня в гостях очень классный гость. У нас две сковородки. Нужно для лука пирога хорошенько пожарить лук, чтобы он стал мягким. Вот пока на кухне полнее же, на самом деле. Вот, чтобы лук стал такой голодичный, мягкий. Вот этой сковородки кайфово мешать. Катя уже здесь делает тесто. Мы договорились так, что сначала внизу так положим. И сверху полосочки выложим, как на пирог такой классический. Какое красивое тесто. Мы еще решили добавить немножко совсем сахара, чтобы был такой вкусный, по-настоящему. И мешаем. Так, ребят, я сделала соус для нашего пирога. Здесь майонез, горчица, чуть безлика и капля воды. Будем этим намазывать сверху лук. Катя, как там идет пиво? Я контролирую. Сыр у нас будет вот этой фирмой. Обливаем лук соусиком нашим чудненьким. Ой-ой-ой, мне кажется, это такой пирог будет. Так, накладываем сразу сырочек. Вот такой вот этап, ребятушки, получилось у нас. Немного корявенька, но очень красивая. Не, ну все красиво. Закидываем. Какое прекрасное. 180 градусов. 180 на 15 минут, да? Да, примерно. Все, пошли пить пиво. Было красиво, и подпекся. Мы выложили пирог. И оставим его где-то на 5-10 минут. Пусть там постоит, настоится немножечко, как борщ. И можно будет его пробовать. Немного остынет. Так, мы же режем пирог. Тесто, тесто, тоненький. Да, сочный. Тесто мало. Уже остыл как раз. Горячий. Вилка ездит, значит, надо. Горчица, лучок, сырок, тесто, тоненькое. Супер. Очень вкусно. Да? Боже мой. О, Аня, форт поделает. Я просто принесу. Снимаем пробу с нашего пирога. Беру вилочку. Катя уже осеяла. Так, берем пазмиару такую. Он такой нежный. Вообще нежмядина. Ребят, это сыгранный пирог. Блин. Не всего в меру, типа, немного. Он реально не сухой. Он прям таверт этот лук. Идеальный. Как тебе, Люд? Мне очень нравится. Мне нравится уже немного тесто. Тесто вообще не нравится. Так, чисто для вида. Хорошего вечера. Я надеюсь, что кто-то приготовит этот лук-овый пирог. Потому что действительно он очень легко делается. Вообще ничего не надо. Доступны ингредиенты. Везде есть слояное тесто на продажу. И лук. Это же просто. Даже без сыра. Даже без сыра было бы норм. Да, да, да. Спокойно. Сыр как не играет вообще. Или соус, или сыр. Угу. Пока. Пока-пока. 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 Продолжение следует...